Уравнение с параметрами Задача с параметрами одна из самых трудных тем в математике. Неизвестные величины принято обозначать последними буквами латинского алфавита x, y, z и так далее. Параметры первыми буквами а, b, c и так далее. Определение первое. Уравнение с параметром а называют уравнением вида f от x а равно нулю, которое надо решить относительно x и в котором буквой а обозначено произвольное действительное число. Определение второе. Решить уравнение с параметром значит для каждого значения параметра найти множество всех корней данного уравнения или доказать, что корней нет. Задачи с параметрами решаются теми же приемами, что и аналогичные задачи без параметров. При решении используются аналитические и графические методы. Рассмотрим примеры, которые дадут вам некоторое представление о том, как рассуждают при решении уравнений и неравенств с параметрами. Решим простейшее линейное неравенство. Задание первое. Решить уравнение а x равно 1. Решение. Рассмотрим два случая. Первый случай. Если а не равно 0, то уравнение имеет единственное решение. x равен 1 деленное на а. Второй случай. Если а равно 0, уравнение примет вид 0, умноженное на x равно 1. И, следовательно, оно не имеет решений. Ответ. Если а не равно 0, то x равен 1 деленное на а. Если а равно нулю, то уравнение не имеет решений. Задание второе. Решить уравнение а квадрат x минус 1 равно x плюс а. Решение. Перенесем x в левую часть уравнения и вынесем его за скобки. Получим x умноженное на разность а квадрат и 1 равно а плюс 1. Рассмотрим три случая. Первый случай. Если а квадрат минус 1 не равно нулю, то есть а не равно плюс минус 1, то x равен дроби, числитель которой 1, а знаменатель а минус 1. Второй случай. Если а равно 1, то уравнение примет вид 0 умноженное на x равно 2 и, следовательно, не имеет решений. Третий случай. Если а равно минус 1, то уравнение примет вид 0 умноженное на x равно 0 и, следовательно, любое действительное число является решением этого уравнения? Ответ. Если a не равно плюс-минус единица, то x равен дроби, числитель которой 1, а знаменатель a-1. Если a равно единица, то уравнение не имеет решений. Если a равно минус единица, то любое действительное число является решением этого уравнения. Задание третье. Решить уравнение, дробь числитель которой x-2a, знаменатель x-4 равно 0. Решение. Находим одзе уравнения x не равен 4. Решаем уравнение x-2a равно 0. x равен 2a, если x не равен 4, то есть 2a не равно 4, а не равно 2. Итак, если a не равно 2, то уравнение имеет единственное решение. x равно 2a. Если a равно 2, то уравнение не имеет решений. Ответ. Если a не равно 2, то уравнение имеет единственное решение. x равно 2a. Если a равно 2, то уравнение не имеет решений. Задание четвертое. Решить уравнение, модуль выражения x-a равно 2. Решение. По определению модуля имеем. Модуль x-a равно 2 равно совокупности двух уравнений. x равен a плюс 2 и x равен a минус 2. Таким образом, для любого действительного a уравнение имеет два различных решения. x первое равно a плюс 2 и x второе равно a минус 2. Ответ. Для любого действительного a уравнение имеет два различных решения. x первое равно a плюс 2 и x второе равно a минус 2. Задание пятое. Решить уравнение. Модуль x плюс модуль выражения x минус a равно 0. Решение. Левая часть уравнения принимает неотрицательные значения, как сумма двух неотрицательных слагаемых, а правая часть равна 0. Имеем систему из двух уравнений x равно 0 и x минус a равно 0. Или система из двух уравнений x равно 0 и x равно a. Таким образом, если a равно 0, то система, а следовательно и уравнение, имеет единственное решение, x равно 0. А если a не равно 0, то система и исходные уравнения решений не имеют. Ответ. Если a равно 0, то x равно 0. Если a не равно 0, то уравнение корней не имеет. Рассмотрим более сложные примеры. Задание шестое. При всех значениях параметра a определим число корней кубического уравнения. x куб минус 3x плюс 2 минус a равно 0. Решение. Выразим a из этого уравнения. Имеем. a равно x куб минус 3x плюс 2. Построим график функции a от x. График пересекается с осью o x в точках. x первое равно минус 2 и x второе равно 1. Вычислим производную. a штрих от x равно 3x квадрат минус 3. Критические точки функции x равно плюс минус 1. В точке x равная минус 1 функция имеет максимум, равный 4. И в точке x равная 1 минимум, равный 0. В этой же системе координат построим также прямую a, равную a нулевое. Теперь по графику легко ответить на вопрос задачи. При a меньшем 0 и a большем 4, графики пересекаются в одной точке. Данное уравнение имеет 1 корень. Если a равно 0 и a равно 4, графики пересекаются в двух точках. 2 корня. Если a меньше 0 и a больше 4, то данное уравнение имеет 1 корень. Если a равно 0 и a равно 4, 2 корня. Если a больше 0 и меньше 4, 3 корня. Задание седьмое. Решить уравнение mx квадрат плюс 3mx минус сумма m и 2 равно 0. Решение. Удезы этого уравнения все действительные числа и имеет смысл при любых действительных значениях параметра m. Рассмотрим два случая. Первый. Если m равно 0, то уравнение примет вид 0x квадрат плюс 0x минус 2 равно 0. Неверное равенство. Уравнение корней не имеет. Второй случай. Если m не равно 0, то уравнение является квадратным. Находим дискриминант. d равно m умноженное на сумму 13m и 8. Если d больше либо равно 0, то m принадлежит объединению числового луча. от минус бесконечности до минус 8 тринадцатых и открытого числового луча от 0 до плюс бесконечности. Уравнение имеет два корня. x первое второе равно 1 деленное на 2m умноженное на минус 3m плюс минус квадратный корень из произведения m и суммы 13m и 8. Ответ. Если m равно 0, то уравнение не имеет корней. Если m не равно 0, то уравнение имеет два корня. x первое второе равно 1 деленное на 2m умноженное на минус 3m плюс минус квадратный корень из произведения m и суммы 13m и 8. Задание восьмое. При каких значениях параметра a уравнение минус 2 синус квадрат x равно произведению суммы a в квадрате 5a и 2 на синус x имеет ровно 4 корня на отрезке от 0 до 2π? Решение. Построим график функции y равно синус x на отрезке от 0 до 2π. Выполним преобразование. Перенесем все члены уравнения в правую часть. Разложим на множители. Получим 0 равен синус x умноженное на сумму синус x и a квадрат плюс 5a плюс 2 деленное на 2. Это уравнение равносильно совокупности двух уравнений. Синус x равно 0 и синус x равен минус выражения a квадрат плюс 5a плюс 2 деленное на 2. Получим совокупность двух уравнений, которая имеет 4 решения a равно минус единица. a равно минус 4, a равно 0, a равно минус 5. Ответ. a равно минус единица, a равно минус 4, a равно 0, a равно минус 5.